Да, те, кто работает системно против Украины, те, кто системно работает против нашего единого славянского мира, то есть те, кому на самом-то деле, ну, всегда в печенках сидела Украина сильная. Ведь посмотрите, что происходит. Как только Украина, вот на протяжении уже нашей этой короткой истории, истории независимой Украины, как только Украина начинала показывать мощные показатели экономического роста, национально-культурного роста, национального единения, что очень непростой вопрос между Востоком, Западом, между другими регионами Украины. Как только это начиналось, например, 2003-2004 год, темпы экономического роста были такими, которых в мире не было никогда, ни у кого. Это было Украина. Новые ценности, революция, развал, падение, 20-процентное падение. Ну, я как экономист, говорю вам сейчас с экономической точки зрения. Как только мы с вами подбираемся к тому, что Украина, в конце концов, выбирает свою позицию, хорошую, толковую, нормальную позицию, начинает заявлять свою точку зрения, начинается рост экономики 2014 год, новые ценности вбрасываются, и опять революция, и опять разрушение. Достаточно кому угодно, особенно экономисту, отследить, каким образом развивалась экономика Украины, чтобы понять, именно в пиковые моменты нам предлагается что-то, какой-то новый культурный суррогат, целью которого есть дестабилизация ситуации в обществе, столкновение Востока и Запада лбами и разрушение Украины. Это выгодно тем, кто Украину ненавидит и хочет ее уничтожить, и не дать нам шанса. Вот эти новые культурные, так называемые новые культурные ценности, такие, как Европа нас настоятельно нам рекомендует изменить подход к традиционной любви, перейти к любви нетрадиционной, ну и так далее, и так далее. В общем и целом, никто из нас, никто из членов Союза Левых Сил не отрицает право других народов на свои культурные ценности, но не надо нам наши ломать.